Здравствуйте, уважаемые телезрители! Огромное количество вопросов и запросов продолжает поступать в нашу организацию по поводу предназначения. Это объясняется тем, что люди, которые уже вышли за биовыживательный порог, начинают исследовать себя, и действительно саморазвитие с йогами, диетами, биохакингом становится модным. Это связано и с людьми, которые в силу кризисов начинают нищать, болеть и думают о векторе, о направлении. Во все времена, во всех обществах были так называемые люди Юпитера, люди девятого поля, иерафанды и жрецы, которые по поводу этих предназначений давали однозначный ответ. Либо в контексте каст, что вы так или иначе крестьянин или дворянин или аристократ какого-либо рода, тут вопросов нет. Или вы, по касте связаны с вакшатрией, например, вам надо отрыть дубину, пойти кому-нибудь раскраить тычинку, тоже вопросов нет. Сейчас таких иерафантов в чистом виде мало, священники перестали выполнять эту функцию, к счастью или к сожалению. А вот астрологи, где-то психологи, где-то профориентаторы, специалисты по HR вполне справляются с этой задачей. Подробнее предназначение я пишу в моей книжке «Биоастрология», и это для профессионалов. Сегодня, скажем, в наиболее простом, в распространенном ключе. Есть общие виды предназначений. Вот первое и второе, например, астрологическое, связанное, во-первых, с программами физического тела, в соответствии с которыми нам необходимо выполнить программу рефлексов, размножаться, не болеть, быть в контакте со своими чувствами и реальностью. Второе предназначение связано с уже некоторыми аспектами духа, над материальными. Это вопрос «я», самости, самопроявления талантов, самооценки, умение говорить «хочу», умение говорить «нет», умение говорить «я», а не безличностное «случилось, пришлось, получилось». Осознать себя как отдельную личность, независимо ни от кого. То, что Адлер называл «индивидуация». Есть предназначение социальное, связанное с общими функциями типа терпения и труд, умение исполнять задачи, умение брать на себя ответственность, умение входить адекватно в роли жена, друг, гражданин, налогоплательщик и не сливать свое «я» с этим самым социальным механизмом. Ну и, наконец, есть предназначение духовное, кармическое, в чистом виде, которое обычно именно в астрологическом ключе в первую очередь связывают с этим комментарием и запросом на предназначение. Мем общетеоретический такой, что мы приходим сюда как духовное существо, берем тело в лизинг на 120 лет у матери природы для того, чтобы внутри этого тела исполнить некоторые задачи, программы, научиться какому-то опыту. А как известно с собой, на тот свет мы, кроме опыта, ничего не заберем. Опираемся на базу, опираемся на тот опыт, который у нас уже есть, и с помощью этой базы, с помощью этих навыков движемся вперед, в сторону неизвестности. В популярной астрологической теории считается, что до 36-38 типа вас никто не трогает, а вот как раз этот кармический экзамен проявляется в 36-38, и затем, потом до 120 лет вы занимаетесь, так сказать, этим саморазвитием, опираясь на структуру, которая называется Южный узел, и двигаясь к астрологической структуре под названием Северный узел. Подробнее о индивидуальных особенностях этих предназначений можно увидеть в нашей программе по ссылке ниже, Хронос МГ, где с помощью простой процедуры, где вы вбиваете дату, время, место своего рождения, программа вам высчитывает и автоматически рассказывает, кем работать, как стать отдельной личностью, как соединиться с матерью природой, с пространством, с землей, со своими эмоциями, исполнять свои простые телесные инстинкты, и на этом фундаменте уже двинутся сначала к Южному узлу, потом к Северному. Внутри предназначения существует огромное количество мифов-мемов. Некоторые, например, школы говорят, что Южный узел плохой, надо от него убегать. Это не так. Вторая популярность ММ связана с уже упомянутой идеей, что можно заниматься фигней до 36, в 36-38 сдать экзамен, а потом, опять же, заниматься фигней. Это тоже не совсем так, потому что первые подготовительные и контрольные работы к этому экзамену проистекают обычно 18-19 лет. Большинство людей прогуливают это, даже вообще близко не замечают, как школьник прогуливает, допустим, подготовительные курсы к экзаменам. И также в силу индивидуальных особенностей, в частности, которые следует прогностической астрологии, мы эти экзамены кармические можем сдать и раньше, то есть у кого-то они там в 32 могут случиться. Кто-то их сдаст автоматически, потому что, ну, например, уровень личности просто невероятный. Например, вы вышли из колеса Сансары и уже занимаетесь здесь чем-то богоугодным и высоким, вам ничего не надо сдавать. Или, например, уровень развития личности настолько низок, что вас не видно на компасе, и естественный ход событий просто не выделяет никакую энергию для того, чтобы вас потренировать. С подробностями и нюансами еще раз можно обратиться на Хронос МГ, можно поисследовать это самостоятельно, исследовав, ну, опять же, наш учебник биоастрологии, можно обратиться к астрологам, в том числе из нашей команды, нашей организации, лаборатории жизни. Поэтому удачных вам исследований! Продолжение следует...